МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое заседание Общественного совета при управлении МВД. Почему решили побить его? Не знаю, он пьяный был. Задержан подозреваемый в покушении на убийство. Пахнет яблоком и медом. По церквам твой кровь киспас. Четвертый городской конкурс по православию. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 1 декабря отмечается День Победы эскадры адмирала Нахимова над турками у мыса Синоп в 1853 году. Эта битва была одной из первых в Крымской войне. И победа русских над турками стала сокрушительной. В России в этот день отмечается сразу несколько дней воинской славы. Вспоминаются победы в сражениях, которые стали определяющими для хода истории государства. В школах нашего города проходят акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Наша съемочная группа побывала во второй школе. О том, как школьники боролись с чумой 21 века, в нашем следующем сюжете. Воспитательный центр поручил старшеклассникам подготовить акцию «Мы выбираем жизнь», посвященную Дню борьбы со СПИДом. Ученики сами выбрали форму подачи информации. Они подготовили проекты проведения классного часа для учеников среднего звена. Старшеклассники активно принимали участие в подборке материала, редактировали его, снимали видеоролики и с нетерпением ждали встречи со своими слушателями и зрителями в надежде донести до каждого о необходимости здорового образа жизни. Перед старшеклассниками стояла задача в простой и понятной форме донести информацию на непростую тему и объяснить младшим школьникам, что такое ВИЧ и СПИД. Как любой человек может заразиться этой болезнью, какие меры нужно предпринимать, чтобы обезопасить себя и своих близких, кто в первую очередь попадает в группу риска и чем эпидемия этого заболевания угрожает всему человечеству. Проекты были очень разными по своей оригинальности – лекции, беседы, видеопрезентации и викторины. Я, если честно, ничего не знал про ВИЧ, но сейчас узнал очень много. И теперь это может мне помочь даже в жизни, я думаю. Мы готовили до 6-го Б-класса, и после того, как мы им показали, мы были крайне удивлены, что они все поняли, узнали что-то новое о ВИЧ и СПИДе. Более простыми словами, более видео такое мультипликационное, что им больше по душе. И викторины это все закрепили, чтобы они больше все запомнили. Положительный результат. Они теперь знают, что такое СПИД, ВИЧ, и как с этим в будущей жизни бороться. После классного часа еще совсем маленькие люди делали очень взрослые выводы. Я сделала для себя такой вывод, что нельзя вести беспорядочные половые связи. Мы, конечно, еще дети, но это тоже нам надо знать, так как, чтобы в дальнейшем предостеречь себя от такого вируса. Также, конечно, все знают, что наркотики – это очень плохо, но также нельзя пользоваться, даже если вы просто себе делаете какие-то уколы или прививки, нельзя пользоваться одинаковыми шприцами, так как можно передать себе вирус. Ну и, конечно же, соблюдать обыденные правила гигиены. Ребята в своих беседах постарались донести до подростков, что ВИЧ-инфицированный человек не должен быть изгоем в обществе. Я знала, но я еще раз убедилась в том, что люди, они в основном, ну, половина из них точно не виновата, что они болеют такой болезнью, то, что к ним надо относиться так же, как к обычным людям, и ни в коем случае не отклоняться от них. Здоровому образу жизни во второй школе уделяется очень большое внимание. Мы проводим работу в школе в системе. У нас разработана вообще программа, которая называется «За здоровый образ жизни», которая реализуется в течение всего учебного года. В рамках программы предусмотрены мероприятия таким образом, чтобы охватить как можно больше учащихся, то есть обхват с 1 по 11 класс, и соблюдаем, при этом стараемся соблюдать преемственность и практический выход, то, что вы сегодня видели. То есть старшие классы готовят для малышей. Каждому участнику акции на грудь была прикреплена красная ленточка, символ Всемирного дня борьбы со СПИДом. В конце, когда прозвучала песня «Жить», даже плакали некоторые. Я считаю, что контакт состоялся. Так во второй школе прошла акция «Мы выбираем жизнь». 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. 29 ноября в Смоленске состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор области Алексей Островский самым талантливым вручил награды и благодарственные письма. Среди награжденных и 7 человек из нашего города. Часто именно инвалиды показывают нам здоровым пример силы духа, настойчивости в достижениях целей и позитивного настроя к окружающим. В нашем регионе таких мужественных людей насчитывается около 87 тысяч. В Десногорске их проживает более тысячи. В Управлении МВД по Смоленской области состоялось первое заседание нового состава Общественного совета. По сравнению с предыдущим, его персональный состав уменьшен до 23 человек. Но все они уважаемые и авторитетные люди – юристы, журналисты, деятели культуры, представители общественных организаций. Сколько вопросов было рассмотрено на первом заседании совета? Какие решения приняты – расскажем прямо сейчас. В ходе заседания, на котором присутствовал и начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин, было избрано руководство совета, обсужден состав рабочих групп и план работы на предстоящий год. Большинством голосов председателем совета избран Леонид Соловьев. Леонид Андреевич возглавлял его и прежний состав. Его заместителем стал главный редактор журнала «Смоленск» Владимир Коренев. Ответственным секретарем – заместитель председателя Смоленской региональной российской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Евгений Бажок. На заседании утвердили регламент общественного совета и кодекс этики членов. Также были намечены проблемные моменты, которым стоит уделить внимание в первую очередь. Прогноз инфляции до 2020 года четко определяет ценовую политику, с которой смоляне, скорее всего, столкнутся уже на предстоящих январских каникулах. Выводы экспертов российского агентства прогнозирования экономики все ставит на свои места. В них средний уровень прогнозируемой инфляции на 2017 год находится на отметке в 9%, а максимальный – 10,6%. Во все три последующие года повышение общего уровня цен на товары и услуги будет колебаться в лучшем случае в пределах между 6,8% и 6,5%. В худшем – 7,8% и 7,5%. В Смоленской области эпид-порог по гриппу не превышен. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора за прошедшую неделю, в целом по всем группам населения превышение эпидемического порога по РВИ и гриппу не наблюдается. Лабораторные исследования выявили один случай гриппа, а также циркулируют другие возбудители респираторных заболеваний. Криминальные новости. В Кардымовском районе полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Подробности смотрите далее. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомашины. На место происшествия была направлена следственная группа. После того, как пожарные справились с огнём, сотрудники полиции обнаружили мужчину, лежавшего возле автомобиля в луже крови. В ходе первичного осмотра медики выявили многочисленные ушибы, колотую рану грудной клетки, ожоги лица и рук. На месте преступления были найдены пустой кошелёк и заточка. Как установили оперативники, потерпевший 1958 года рождения подвозил своего знакомого. Неожиданно пассажир напал на водителя, ударив его заточкой в грудь, после чего вытащил из автомашины на улицу и продолжил избивать. Чтобы уничтожить следы преступления, злоумышленник поджёг автомобиль и скрылся, прихватив с собой деньги. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан в деревне Тюшино. Ранее неоднократно судимый мужчина, 1987 года рождения, дал признательные показания в инкриминируемом ему преступлении и пояснил, что содеянное совершил в состоянии опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что часть похищенных денежных средств подозреваемый потерял, другую потратил на оплату долга. В отношении него за покушение на убийство возбуждено уголовное дело. В Смоленской области полицейские поймали серийных грабителей, которые совершили 18 краж из автомобилей. В основном добычей злоумышленников были магнитолы, видеорегистраторы, аккумуляторы и инструменты. За это им теперь грозит пять лет лишения свободы. Житель Смоленска в одночасье стал миллионером. Мужчина выиграл в лотерею 3 миллиона 30 тысяч 450 рублей. Известно, что его ставка составила всего 600 рублей. По статистике, в Смоленской области и ранее выигрывали в лотерею больше миллиона рублей. Нынешний счастливчик стал десятым по счету. В Смоленске прошел региональный отборочный этап по бальным танцам, который вместе с главным областным спорту правлением организовала Смоленская федерация танцевального спорта. Турнир собрал несколько сотен ребят из Смоленской области, Подмосковья и Брянска. Главная задача подобных зональных соревнований – отобрать лучших танцоров для участия в первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в Москве с 20 по 21 января. А еще с этого года на турнирах подобного уровня ребята смогли получить спортивные разряды. В Десногорске четвертый год подряд проводится конкурс творческих номеров «Православная Моя Русь» среди воспитанников образовательных учреждений нашего города. О том, сколько ребят приняли участие в этом году и кто стал победителем, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Этот конкурс организуется Комитетом по образованию и духовенствам нашего города, чтобы выявить и поддержать творчески одаренных ребят. Проходят состязания в два этапа. На первом идет оценка творческих номеров воспитанников детских садов, а второй этап – это выступления учеников школ и организаций дополнительного образования. В этом году в конкурсе приняли участие 141 человек. Всего на суд-жюри было представлено 67 номеров в трех номинациях – вокал, литературное чтение и хореография. По сравнению с прошлыми годами это очень большой объем, да и подготовка, как отметили эксперты, очень отличается. Много выступающих, и действительно все по теме, по православию. Выступления очень хорошие, емкие, и поэтому жюри будет очень сложно оценить. Так как участников в этом году было много, итоги будут подведены на следующей неделе. Тогда же состоится и награждение. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова